Солнечная система представляет собой часть звездной системы в галактике Млечный Путь. Она включает в себя Солнце и разнообразные естественные объекты космоса, движущиеся вокруг него, планеты, их спутники, карликовые планеты, астероиды, метеороиды, кометы, а также космическую пыль. В состав Солнечной системы входит 8 основных планет и 5 карликовых, вращающихся приблизительно в одной плоскости. Все планеты имеют различные размеры. Самая маленькая планета – Меркурий, а самая большая – Юпитер. Даже Юпитер, примерно в одну десятую раза, или 10%, меньше по диаметру, чем Солнце, в то время как остальные планеты значительно меньше. Планеты в земной группе представляют собой небольшие и плотные тела, состоящие из металлов и минералов. Сюда входят Меркурий, Венера, Земля, Марс. В свою очередь, планеты-гиганты значительно крупнее и состоят из газов и льда. Это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Орбита Земли разделяет Солнечную систему на две условные зоны. Первая зона включает в себя ближайшие к Солнцу планеты – Меркурий и Венера. Вторая зона – планеты, находящиеся дальше от Солнца, чем Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Давайте рассмотрим планеты Солнечной системы более детально. Солнце Звезда, относящаяся к классу «Желтый карлик». 98% массы Солнца в основном состоит из водорода и гелия, в то время как в ее состав также входят все известные химические элементы. Светимость Солнца превосходит 85% других звезд в Галактике, и его поверхностная температура превышает 5700 градусов Цельсия. Размеры Солнца примерно в 110 раз больше, чем размер Земли, и его масса в тысячу раз превышает общую массу всех планет в нашей Солнечной системе. Благодаря солнечному свету и теплу возможно существование жизни на Земле. Меркурий Самая близкая к Солнцу и наименьшая планета в Солнечной системе – Меркурий, чуть больше Луны по размерам. Эта планета получает в 7 раз больше тепла и света от Солнца по сравнению с Землей, что вызывает значительные температурные колебания на ее поверхности от плюс 430 градусов Цельсия днем до минус 190 градусов Цельсия ночью. Самый высокий температурный перепад в Солнечной системе. Несмотря на то, что Меркурий наблюдался на небесах с древних времен, информации о нем немного. Первое изображение его поверхности было получено только в 1974 году, и оказалось, что она покрыта многочисленными кратерами и скалами. На Меркурии практически отсутствует атмосфера, что, возможно, обусловлена воздействием солнечного излучения, либо тем, что планета такого размера не может удерживать плотную газовую оболочку. В связи с тем, что Меркурию требуется гораздо меньше времени наоборот вокруг Солнца по сравнению с Землей, ее год существенно короче – всего 88 земных суток. За один меркурианский день происходит более двух местных лет. Благодаря тому, что ось вращения планеты почти не наклонена, на Меркурии не существует сезонов. Название Меркурия происходит от древнеримского бога торговли и хитрости. Венера Венеру, вторую по удальенности от Солнца и самую близкую к Земле, порой сравнивают с нашей планетой из-за схожих размеров и массы. Но здесь сходство заканчивается. Планета Венера покрыта густым слоем облаков, делающим ее поверхность невидимой. Воздействие парникового эффекта приводит к невероятному нагреву до 480 градусов Цельсия, что является абсолютным рекордом в Солнечной системе. Плотные облака вызывают кислотные дожди и пропускают всего 40% солнечного света, создавая на планете вечный сумрак. Из-за высокого атмосферного давления, аналогичного давлению на глубине 900 метров в земных океанах, на Венере не удается удержать исследовательские аппараты дольше двух часов. Несмотря на это, ученым удалось установить, что атмосфера состоит на 94% из углекислого газа, а состав грунта схож с другими планетами земной группы. Венера обладает многочисленными вулканами, но практически лишена кратеров, так как метеориты сгорают в ее плотной атмосфере. Длительность дня на Венере самая высокая среди всех планет и составляет около 243 земных суток. Год на Венере немного короче – 225 земных суток. Как и на Меркурии, на Венере отсутствуют сезоны. Облака Венеры ярко отражают солнечный свет, делая ее видимой с Земли как одну из самых ярких точек на небе. Возможно, именно поэтому в древнеримской мифологии Венеру связывают с богиней красоты и любви. Интересный факт – Венера – одна из двух планет Солнечной системы, вращающихся вокруг своей оси по часовой стрелке. Земля Земля – третья планета от Солнца и самая крупная в земной группе, обладает уникальными условиями, которые способствовали развитию жизни. Атмосфера Земли составлена из азота – 78%, кислорода – 21% и небольшого количества углекислого газа и других газов – 1%. Кислород и азот, присутствующие в атмосфере, являются необходимыми компонентами для строения ДНК. Озоновый слой атмосферы служит фильтром для солнечной радиации, а растения синтезируют кислород из углекислого газа, что поддерживает жизнь на планете. Уровень углекислого газа в атмосфере также регулирует температуру, создавая комфортные условия для жизни. 70% земной поверхности покрыта водой, и, в отличие от Луны и Меркурия, Земля почти не имеет кратеров. Это объясняется воздействием ветра и эрозии почвы, которые постепенно стирают кратеры. Земля обладает наклонной осью вращения, что вызывает смену сезонов. Она вращается вокруг своей оси за менее чем 24 часа, что делает земной день самым коротким среди планет земной группы. У Земли есть естественный спутник – Луна. Ее размер составляет 1,4 от земного диаметра, что велико для спутника. Притяжение Луны влияет на воду на Земле, вызывая приливы и отливы. Вращение Луны синхронизировано с ее вращением вокруг Земли, поэтому она всегда обращена к Земле одной стороной. Земля – единственная планета, имя которой не связано с мифологией. И как русская «Земля» и английская «Эрф» и латинская «Тера» обозначают почву или сушу. Марс Марс – четвертая планета от Солнца, почти в два раза меньше Земли. На протяжении длительного времени считалось, что на Красной планете возможно существование жизни. Наблюдения человека на ее поверхности вызывали впечатление структур, похожих на постройки, дороги и даже гигантские скульптуры. Однако дальнейшие исследования опровергли представление о наличии марсианской цивилизации, оказавшись обманом зрения. Многочисленные исследовательские миссии также не выявили признаков какой-либо формы жизни на поверхности планеты. Атмосфера Марса химически схожа с атмосферой Венеры, состоит на 95% из углекислого газа. Однако из-за ее тонкости и разреженности на Марсе отсутствует парниковый эффект. Максимальная температура поверхности планеты всего около 0 градусов Цельсия, а атмосферное давление в 160 раз меньше, чем на Земле. Хотя в атмосфере есть водяной пар, жидкой воды на поверхности не обнаружено, в то время как на полюсах присутствуют шапки льда. Несмотря на некоторые неблагоприятные факторы, ученые рассматривают Марс как перспективный объект для исследования и колонизации. Погодные условия здесь приемлемы для человека, за исключением низкого содержания кислорода в атмосфере, радиации и продолжительных пылевых бурях. Из-за своего расположения дальше от Солнца, год на Марсе длится почти в два раза дольше, чем на Земле. Скорость вращения вокруг своей оси почти аналогично земной, что делает дни на Марсе продолжительными 24 часа и 40 минут. Ось вращения Марса наклонена, что порождает сезонное изменение климата, аналогично Земле. Марс обладает двумя спутниками, Фобосом и Деймосом, представляющими собой неправильные каменные массы небольших размеров. Из-за красного цвета этой планеты, ее назвали в честь древнеримского бога войны. Юпитер Юпитер, самая крупная из газовых гигантов, разделена от Марса поясом астероидов. Масса Юпитера в два раза превышает суммарную массу всех остальных планет, их лун, комет и астероидов в Солнечной системе. По своей яркости на ночном небе Юпитер уступает только Венере. Юпитер Юпитер представляет собой газовый гигант, где коричневые и белые полосы отмечают облака, состоящие из соединений серы, движущейся в атмосфере с огромной скоростью. Большое красное пятно на Юпитере представляет собой гигантский вихрь. Несмотря на уменьшение его размеров с момента обнаружения в 1664 году, оно все еще в несколько раз превосходит Землю по размерам. Научные представления о структуре Юпитера пока лишь гипотетические. Предполагается, что планета состоит из газов, постепенно переходящих в металлическое состояние по мере близости к ядру, которое, вероятно, является каменным. Мощное магнитное поле Юпитера оказывает воздействие на частицы в области миллионов километров вокруг и даже доходит до орбиты Сатурна, являясь одной из причин наличия у планеты множества спутников. В 1610 году астроном Галилео Галилей открыл четыре крупнейших спутника Юпитера. В настоящее время известно о 79 объектах, вращающихся вокруг этой планеты. Некоторые из них напоминают Луну, а другие имеют схожесть с крупными астероидами. Особый интерес представляет планета Ио с ее мощными вулканами. Также вокруг Юпитера образовались кольца, хотя они не так ярко выражены, как у ближайшего соседа – Сатурна. С этой планетой связывались сильнейшие боги в различных мифологиях, и ее имя происходит от римского царя богов. Сатурн. Шестая планета от Солнца, Сатурн, подобно спутникам Юпитера, была обнаружена Галилеем в начале 17 века и остается одной из наименее изученных планет на текущий момент. Атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода – 96% и гелия – 4%, с небольшими примесями других газов. Скорость ветра на этой планете достигает 1800 км в час, что делает ее атмосферу местом самых мощных ветров в Солнечной системе. В атмосфере Сатурна также присутствуют облака, образующие полосы и пятна гигантских вихрей, хотя они менее заметны по сравнению с Юпитером. Сатурн находится в 9,5 раз дальше от Солнца, чем Земля, и завершает свой оборот вокруг звезды за 29,5 земных лет. Наклон оси Сатурна схож с земным. По скорости вращения вокруг своей оси Сатурн уступает только Юпитеру. Скорость вращения на разных широтах планеты различна из-за того, что ее поверхность текучая, а не твердая. Плотность Сатурна настолько мала, что он мог бы плавать на поверхности воды. Главной особенностью Сатурна является впечатляющая система из семи колец. Они состоят из миллиардов ледяных осколков, которые блестят, отражая свет, что делает их хорошо заметными. Радиус колец огромен – 73 тысячи километров, а толщина составляет всего один километр. Считается, что эти кольца представляют собой осколки спутника, разрушенного гравитацией планеты. Согласно последним исследованиям, вокруг Сатурна вращается 82 спутника, что на данный момент является рекордом в Солнечной системе. Все спутники покрыты льдом. Самый крупный, Титан, обладает плотной азотистой атмосферой и на его поверхности присутствуют озера жидкого метана. На другом спутнике, Инцеладе, была обнаружена жидкая вода, выбрасываемая на поверхность через гейзеры, что делает его очень интересным объектом для исследований. Сатурн был назван в честь древнеримского бога времени и отца Юпитера. Уран Седьмая планета от Солнца, Уран, была обнаружена сравнительно недавно, в 1781 году. В 1986 году к ней долетел единственный космический аппарат, Voyager 2. Атмосфера Урана окрашена в равномерный синий-зеленый цвет, и ученые предполагают, что за такой окраской стоит метан. Ядра Урана и Нептуна, вероятно, состоят изо льдов, что придает им название «ледяные гиганты». Уран является самой холодной планетой в Солнечной системе, средняя температура его поверхности составляет минус 224 градусов Цельсия. Подобно Сатурну, Уран также обладает кольцами. В отличие от более ярких колец Сатурна, они менее заметны и расположены под углом около 90 градусов к орбите. Сама планета вращается, на боку, в результате чего половина уронианского года на южном полушарии представляет собой день, а на северном – ночь. Затем происходит обратное в течение следующих полугода. Аналогично Венере, Уран вращается вокруг своей оси по часовой стрелке. На данный момент известно 23 спутника Урана, все они покрыты льдом. Уран получил свое имя в честь древнегреческого бога неба, отца Сатурна, и тем самым продолжил семейную линию. Нептун Нептун расположен настолько далеко, что невооруженным глазом с Земли его не видно. Его открыли в 1846 году в результате поисков планеты, влияющей на орбиту Урана. Достоверные данные о Нептуне поступили от зонда Voyager 2 в 1989 году. Верхние слои его атмосферы включают в себя водород, гелий и метан. В атмосфере Нептуна периодически появляются и исчезают темные пятна, свидетельствующие о штормах. Считается, что в центре планеты находится ледяное ядро, а мантия состоит из жидкой смеси воды и аммиака. Средняя температура поверхности составляет минус 214 градусов Цельсия. Солнечный свет достигает планету почти за пять часов, и год на Нептуне эквивалентен 165 земным годам. Планета совершает полный оборот вокруг своей оси за короткие 17 земных часов. На данный момент известно о 14 спутниках Нептуна, и лишь у одного из них, Тритона, сферическая форма. Тритон – единственный крупный спутник в системе, вращающийся в обратном направлении. Нептун обладает тремя кольцами, хотя они выражены слабо. Планета получила свое имя в честь древнеримского бога Морей из-за своего глубокого синего цвета. Солнечная система представляет удивительный мир планет, спутников, космических объектов и загадок, вращающихся вокруг нашей звезды – Солнца. Исследование этого космического комплекса продолжает вдохновлять нас, расширяя наше понимание Вселенной и возможности человечества в ее исследовании.